Добрый день! Сегодня мы поговорим не о бизнесе, а о спорте. Я считаю, что спорт чем-то похож на бизнес. Там есть взлеты и падения, постановка целей, мотивация, достижение успехов, командная работа, персональный труд. Поэтому на примере спорта вы также можете понять, как нужно трудиться, как ставить цели и как достигать их. Сегодня мы поговорим с легендарной личностью, велогонщиком, человеком, который с самого детства трудится и пожинает плоды. Это высокие результаты. Это олимпийский чемпион, обладатель золотой медали Александр Винокуров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзьями Матевки Субтитры сделал DimaTorzok Друзья на протяжении 20 лет персональным спортом, то есть ей нужно всегда организм держать в форме, немножко давать нагрузку, как говорится. После, как я завершил, я пару лет отдохнул, и потом начал, такая идея пришла, была давно, она, скажем так, мы реализовали ее, начали заниматься как хобби, триатлоном. Потом сделали свой первый аэронмен в Будапеште, и вот за два года уже пять, наверное, половинок, и вот два полных сделала аэронмэна. Поздравляю тебя, кстати, буквально меньше недели назад ты вернулся с Гавайи, с финала юбилейного аэронмэна. Поздравляю с седьмым местом в мире. Эйс-групп, эйс-групп, ну в своей категории, да. В принципе, это очень высокий результат. Ну, да, туда попасть уже, я считаю, для аэронмэна, для человека, который занимается, это уже считается. Ну, за два года у меня получилось отобраться в Копенгагене и попасть выступить, и довольно неплохо. Ну, немножко хотел лучше, но... То есть 9-13, мой результат общий. Как говорится, слабое звено наше плавание, но на беге было немножко жарковато, конечно. Я считаю, для первого раза на коне это хороший результат, то есть... Поэтому спасибо за поздравление, да. Ну, седьмое место в эйс-групп, там, 45-49, да. Так вот, возвращаясь к вопросу, где ты берешь энергию, да, где ты пополняешь? Потому что я знаю, что ты продолжаешь руководить, ты занимаешь должности генерального менеджера команды, и это тоже выматывающая профессия, да, выматывающая должность. Но все-таки, то есть как ты пополняешь энергию? Это как телефон, ты ставишь на зарядку вечером, чик, все, лег, подзарядился утром, ты нормально. Ну, то есть, да, совмещать тяжело, то есть поэтому хобби, это остается хобби, это не профессиональный спорт у нас, айронмен, это всего лишь хобби, где мы стараемся между гонок, между... Если я там на Тур-де-Франсе нахожусь с командой, то есть утром в энергии пробежался с утра, вот тебе заряд энергии, то есть на весь день тебе хватает, то есть этого заряда, или если не пробежался с утра, то после гонки уже как-то стараешься, если ты провел день в машине, это тоже тяжело, то есть 5 часов, там, 6 часов в машине, это иногда даже бываешь уставший, как и велогонщики, то есть это езда в машине, там, 30-40 км в час этого изматывает, ну, и тогда просто ищешь время, чтобы после гонки где-то пробежаться, чуть-чуть встряхнуться и так далее, поэтому энергия, ну, наверное, быть всегда на позитиве, у тебя твоя энергия, ты ее берешь с космоса. Я так понимаю, по праве, если я не прав, что, ну, спорт для тебя, это даже сейчас не просто хобби, это твой стиль жизни, то есть ты всю жизнь занимался спортом, и просто, я думаю, что ты по-другому уже жить не умеешь. Ну, наверное, да, поэтому, конечно, каждый, во-первых, должен заниматься своим делом, мне это неплохо получается в моем виде спорта, в дело в спорте, получается... Даже очень неплохо. Да, спасибо, получается руководить, то есть с 13-го года мы довольно неплохо командой выступаем, Астана Прутим сегодня на лидирующих позициях в мире, то есть боремся с большими командами в этом году, мы на шестой позиции в мире по рейтингу, ну, то есть два раза на подиуме, на Джиро, на Вольте, 33 победы в году, это неплохой результат, 7 из них это где-то минимум наши казахстанские гонщики, которые растут и радуют, Алексей Луценко на азиатских игрок там два золота взял, сразу приехали, они выступили, ну, это, то есть, вот это плоды, которые, вот эта работа, то есть, и дает эти плоды, и это радует, то есть, поэтому, это, да, лайфстайл такой наш спортивный. Давай вернемся в прошлое, я читал, что твой первый тренер, когда ты был пацаном, он рассказывал, что ты пришел, да, и, ну, когда тебя посадили на велик, а тебе, как бы, ну, парень-парень, никто даже не мог подумать, что это будущий чемпион, но тренер подметил, что в течение пяти лет тренировок ты не пропустил ни одного занятия, ты вот прям хотел, хотел тренироваться, ты ходил и упорно старался. Вопрос, уже тогда молодым юнцом, что посеяло вот зерно, вот это мотивирующее, да, то есть, почему ты решил заниматься велоспортом и было упорство, то есть, ты уже поставил какую-то цель перед собой, откуда взялась эта цель, да, вот есть яркий пример, Майкл Фелпс, его там молодой поклонник из Азии, есть знаменитая фотография, когда ему 13 лет, и потом он через 10 лет превзошел рекорд Фелпса, да, то есть, возможно, у тебя был какой-то кумир, который тебя смотивировал на, ну, на такой поступок? Наверное, Фелпс превзошел рекорд, нет? Нет. Нет? Его уже побили рекорд Фелпса, да, но тогда это точно феномен, то есть, ну, Кручина Сергея Иванович, мой первый тренер, пришел в школу, он только закончил институт в 84-м году, и, ну, пришел, сказал, ребята, кто хочет заниматься велоспортом, почти весь класс ребят подняли руки, то есть, это механический вид спорта, где велосипед в то время, тем более спортивный, был редкостью, поэтому все решили заниматься, но велосипедов на всех и не хватало, и не было, поэтому, то есть, велосипед максимум был один на двоих, по очереди катались, кто-то утром, кто-то после обеда, ну, и понравилось, то есть, это, то есть, я, конечно же, не мечтал там в то время стать, быть там профессионалами, профессионалами и так далее, у нас был кумир в то время Сергей Сухорученков, который выиграл олимпийское золото в Москве, был мой кумир, то есть, в то время мало, мы имел знали из зарубежных, как Эдди Меркс, потом, чуть позже стал для меня кумиром, он и сегодня есть, поэтому пропускать, ну, не хотелось, мне нравилось, то есть, я максимум пропускал, это максимум в год, он вел такую таблицу, кто сколько пропусков за год, у меня, может быть, максимум 4-5 пропусков было, и то по причине, по уважительной, или я выехал там к бабушке, или приболел, поэтому, ну, пропускать не хотелось, а цели как таковой. Так вот, вот вопрос, да, почему велосипед, ведь в Казахстане в то время это не был настолько популярный вид спорта, да, то есть, может, почему не футбол, почему там не какая-то командная игра, почему именно велосипед? Ну, я тебе скажу, что у нас в деревне Бишкуле не было, и футбола тоже там, да, на таком уровне был баскетбол, где я попробовал, была борьба, ну, не понравилось, и на велосипеде... То есть, ты попробовал несколько вариантов и просто нашел себя, то есть, ты сел на велик, и тебе это понравилось, правильно? Ну, понравилось, ну, там, я тебе скажу, мы на велике в году сидели, месяца 3-4 остальные, мы бегали, прыгали, то есть, зимой на лыжах, у нас в Петропавловске там зима, то есть, полгода была, начиная с ноября по апрель, в конце апреля снег сходил, поэтому ездили на лыжах по горам, Курчина вывозил нас куда-то на сборы, в Щучинск, там рядом, Боровой есть такое место у нас, маленькая Швейцария, мы его называем, то есть, мы тренировались, но чуть позже, уже 85-86 год, попал в сборную Казахстана, мы начали ездить почаще по Казахстану, это получалось, и попал в сборную Союза по юношам, по юниорам, 91-й год, потом уже Союз развалился, и стали выступать за Казахстан, и первые мои олимпические игры, это 96-й год, были в Атланте, да, из всего, я проехал 4 из 4 олимпиад, 2 медали, я считаю, неплохо, неплохой результат, поэтому, ну и вот так, я, то есть, это на примере, то есть, для молодежи, для нашей, что можно поставить для себя цель где-то, и идти к этой цели, то есть, можно и добиться результатов, и там, и из села, да, и, то есть, где бы ты ни жил, то есть, было бы желание. Есть ли какой-то, не знаю, таблетка, универсальный метод, как добиться успеха? Вот мы проецируем, да, вообще, канал о бизнесе, то есть, мы проецируем спорт, это тот же бизнес, да, то есть, есть и взлет, и поражение, есть постановка целей, и путь к этим целям, то есть, есть ли, вот, от Александра Винокурова какой-то универсальный способ достижения высоких результатов? Ну, такой маленький совет, то есть, цель должна быть настолько велика, необъятная, что остальное, то есть, если ты ставишь цель высоко, остальное, это там планы, как говорится, на завтрашний день, то есть, такая должна быть цель необъятная, чтобы ты стремился к ней, ну, и остальное, скажем так, который ты можешь цели достичь быстро, то есть, это просто твои планы на следующие дни, как ажанда, скажем так, а ставишь цель, и идешь к ней, ну, это, наверное, трудолюбие, во-первых, всего, и... Еще раз, трудолюбие, и... Правильно я понимаю, цель должна быть очень высокая? Конечно, или... Нелегко достижимать? Нет, конечно, или иначе это просто твои планы на завтрашний день, то есть, ну, поэтому цель, конечно, ты должен поставить перед собой очень высокую, планку и стремиться идти к ней, иначе это просто, повторюсь, планы на завтрашний день. Я слышал такое осуждение, что ставьте большие цели, в них легче попасть. Ну, я думаю, да, тоже это верно, высказывание, да. Хорошо, ответ принят, спасибо. 2003 год, Парижница, ты теряешь друга, Андрея. Как это было, расскажи, пожалуйста. Ну, обычный день, да, то есть это второй этап на Парижнице. Сегодня Андрея уже нет 15 лет, буквально на туре Алматы. Вспоминали, и был вспоминальный вечер, и супруга даже сделала книгу в памяти об Андрее, да, был сын его, которому уже исполнилось 16 лет. Ну, и друзья, кто был рядом с ним на протяжении, там, этих лет. Я с ним познакомился, наверное, в 86-м году, и вот на протяжении этих лет мы до 2003 года были почти всегда вместе, то есть это сборная, там, Казахстан, и потом СССР, и опять сборная Казахстана. Вспомнил даже такой момент, когда я... В 96-м году им предложили, была такая команда с Руслота, профессиональная команда в России, то есть, ну, они сказали, ребят, Андрей, ты нам подходишь, ну, нужно поменять гражданство. Он сказал, ребят, гражданство менять не буду. Ну, то есть я остался, не пошел в команду профессиональную, уже позже, мы в 98-м году все-таки подписали свои первые контракты, вон, в Фестину я в казино была, такая команда во Франции. И пошли, не то, что своей дорогой, ну, в разных командах, ну, мы жили рядом, вместе, там, через дорогу. Ну, это день в Санте-Тен, ну, как говорится, ну, Бог забирает лучше всегда. Поэтому он, вспоминая его слова на старте, то есть, перед стартом, когда мы катились еще до падения, у частного этого Санте-Теня, это буквально случилось там на наших дорогах, где мы тренировались, буквально там 12 километров, 15 от того места, где мы жили. Он сказал, на старте там, то есть, я приболел, наверное, я останусь дома, да, говорит, здесь не поеду уже в Ниццу, потому что, я говорю, да ладно, перестанет еще, там, приболел, насморк, завтра пройдет и так далее. Ну, видимо, он предчувствовал, да, что вот так случилось, что он упал, я сам падения не видел, был чуть позади, и буквально, ну, когда проезжал, я не видел этого падения, и как-то, ну, уже на финише мне сказали, что ты разве не видел Андрея упал, очень серьезно, то есть, его увезли в больницу, ну, я думал, падение, мы там падаем через день, бывает, ну, тут случилось все по-другому, то есть, ну, и он в полкома, и ночью его не стало, поэтому, ну, такие воспоминания, ну, решил остаться, все-таки, нашел себе силу остаться в гонке, и думаю, там, ребят сейчас много будет, то приедет домой, помогать, то есть, и так далее, поэтому решил остаться в гонке, и победить, ну, это все получилось, и победил, да, ну, это уже была, да, вторая победа, в 2002 я выигрывал, и в 2003 именно победил для Андрея, и эту майку, майку желтую положил, ну, в гроб, да, ну, светлая память Андрею, то есть, да, такие неудачи бывают, ну, и с этого дня, то есть, международная, международная федерация включила для всех, для всех обязательное, то есть, одевание касок на гонке, то есть, уже обязала всех... Именно после этого случая? Да, после этого случая уже все персоналы стали одевать каски во время гонок, да. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ Был случай, да, на Тур-де-Франсе, когда ты тоже получил много травм, но ты продолжил гонку, и, в принципе, показал очень высокие результаты, даже с множеством швов, да, было, по-моему, около 30 швов тебе наложили? Да, это было там... Что произошло вообще тогда? Ну, падение обычное, то есть, там, цепь слетела, цепь слетела, я перелетел, скажем так, через руль, ну, и на колени упал, да, поэтому порвались колени, эти, слава богу, не сломал чашечки, то есть, ну, наложили швы, то есть, и, конечно, было сложно выходить на следующий день на старте. Доктор, то есть, специально, когда зашивал ногу, мы согнули, чтобы, то есть, был на следующий день удобнее педалировать, но по-любому было тяжело, то есть, я там разминался на старте, даже поставили станок в автобусе, чтобы я немножечко размялся, но это был, конечно, сложный день у нас ехать, то есть, именно этот день после падения, ну, ребята поддерживали, толкали, подталкивали, как могли, где-то после виражей, потому что было очень трудно разгоняться с места, болели колени, ну, доехал, да, и потом там другая была история, не совсем интересная, ну, прием, можно пробовать. По поводу вот этого случая, да, это доказывает еще, что ты не сдался, ты мог, ну, это серьезная травма, ты мог легко, как бы, сойти с дистанции, и у тебя было хорошее оправдание тому, что, ну... Ну, любой, любой, может быть, так бы на моем месте бы сделан, почему ты продолжаешь, рискуя тем, что у тебя, ну, возможно, будет осложнение после этой гонки? Видимо, видимо, видишь, тому потом и Бог дает в это, возможно, за это я и потом и получил золотую медаль, да, когда, боженька сказал, да, ты заслужил, поэтому ты сегодня самый лучший, ты выиграешь эту гонку. Наверное, это все совместилось, то есть, звезды сошлись, и я получил вот эти все вознаграждения, которые я где-то страдал там больше, чем кто-то другой. Ну, вот я хочу разобраться в моменте, вот ты боец, ты не сдаешься, ты идешь до конца, это клево, круто, но есть что-то, что тебя подпитывает, да? Были ли у тебя моменты, когда ты сдавался? Ну, вот давай поговорим о таких факапах, да, когда вот ты вот сейчас отдаешь себе отчет, что ты там сдался в какой-то момент. Были ли такие моменты на протяжении всей карьеры? Не, ну, всегда есть взлеты и падения, конечно. Тоже 2007 год, когда я два года на паузе был, было сложно, друзья были рядом, семья была рядом, то есть где-то даже, да, и финансовые затруднения были в тот год. Ну, помогали кто, друзья, кто там мог. Я тренировался, то есть, и поставил цель для себя вернуться, и вернулся доказать, что это было все не так, как преподнесли, то есть, что ты все тот же самый, 11-й год ты возьми, когда я упал на Тур-де-Франсис, то есть, и сломал бедро. Да, было сложно, скажем так, реанимироваться, сказать, нет, я все-таки не сдаюсь, и не останавливаюсь, то есть, для себя я так не ставил, скажем так, в своей голове будущее, что я закончу карьеру таким образом, поэтому через год я выиграл олимпийские игры, и это всем сказано, то есть, есть моменты тяжелые, но ты, и там я и хромал, на коляске ездил пару недель, ну, буквально через три месяца я уже сидел на велосипеде, то есть, врачи удивлялись, доктор, который оперировал, то есть, он до сих пор, для него это нонсен, что как после такого падения, то он думал, ну, да, сделаю, все красиво, будет ездить, но чтобы участвовать опять в персональных гонках и победить на олимпийских играх, для него это до сих пор самого остается загадкой, таков организм, и должен превышать самого себя, и я думаю, и все получится. 2012 год, победа, золото, да, золотая медаль, и уход из карьеры. Это было спланировано в плане того, что если ты достигаешь высокого результата, да, серебро и золото, ты хотел уйти именно на пике, либо же ты уже к этому моменту созрел, что пришло время уходить? Нет, ну, в любом случае, уже было почти 39 лет, нужно было заканчивать карьеру, то есть я и вернулся, поэтому опять после падения, чтобы поехать на олимпийские игры и постараться выступить достойно, максимально хорошо, то есть даже сомневался на Тур-де-Франси, за три недели там до старта, то есть стоит мне ехать или нет, но потом решил все-таки, молодежь лучше не проедет, и поехал, мы с Асаном Базаевым выступали вдвоем, на этих играх в Лондоне, ну, и все получилось неплохо, и звезды сошлись, опять же повторюсь, ну, и, конечно, для себя стоял, при любом раскладе, задача, что я заканчиваю карьеру, тут получилось вдвойне, золотой медалью, то есть это круче моих ожиданий, где-то в душе я надеялся, конечно, но олимпийские игры, такой велоспорт, такой файта фортуна, скажем так, в лотереи, ты можешь быть готовым, но любой нюанс, там, 250 километров, это 6 часов 30 минут, там, 250, по-моему, 6 километров, все может случиться на трассе, упасть, прокол и так далее, ну, все получилось, и, опять же, повторюсь, наверное, Боженька все-таки знал, и вознаградил меня за это, что ты заслужил, 12 лет спустя, после Сиднея, после серебряной медали, да, и выиграл золото, и стою сегодня в книге рекордов Гиннеса, да, где у меня две медали, единственный гонщик, который завоевал в велоспорте, и у меня две медали в групповой гонке. На позиции генерального директора команды, я знаю тебя несколько лет, да, и был свидетелем твоего вообще графика рабочего, и знаю, ну, как бы, насколько ты загружен по работе. Вопрос. Как тебе удается все спланировать и все успеть? Приведу для наших подписчиков пример, да, у тебя был обычный день Александра Винокурова, может быть таким, вылет из Дубаи в Казахстан, проведение там мероприятия двухчасового, перелет в Германию и вылет в Америку, где в Америке посещение вечера бокса. и это все за один период, за один день, да, то есть как тебе это удается? Не за один день, ну, это уникальность организма, наверное, да. Когда ты спишь вообще? В самолете, да, спишь, ну, здоровый сон, допустим, мне хватает часов 5-6 поспать максимально, я восстанавливаюсь, то есть поэтому перелеты, конечно, сложнее и со временем тоже, где есть перепад времени, ну, в Казахстане, в принципе, всего 4 часа с Европой, то есть это немного для меня, поэтому по работе надо летать, получается, не получается, ну, стараешься, да, первые пару дней там тяжело, потом сразу адаптируешься и все, и встаешь в колью и поехал, то есть чтобы все успевать, ну, нужно все грамотно спланировать, весь график. У тебя есть секретарь либо ассистент, который планирует и ты, в принципе, утром просыпаешься, открываешь календарь и ты знаешь, что за чем идет, либо ты планируешь самостоятельно. У меня есть ассистент, да, но даже не один, ну, я стараюсь сделать это сам, я максимум, если я что-то не успеваю, я могу дать задание, чтобы у меня там что-то распечатали, или еще составили какое-то письмо, я ему наговорю, да, они его накидают на компьютер и так далее. Вот это ассистента роли, остальное, планирование своих рандеву, там, визитов, это я делаю все сам, между какие-то тренировки и так далее, если получается. Ты держишь все в голове либо у тебя в календаре все отмечено? Пока это получается в голове все, но если есть какие-то моменты, я стараюсь записать блокнот, да, потом уже все спланировать. чтобы действительно не забыть, не упустить, ну, слава богу, есть сегодня связь, это мобильные телефоны и так далее, где ты можешь ответить на имейлы во время полета, когда за день буквально много скапливается, 50-60 имейлов скапливается за день, где тебя ставят в копию, где-то ты должен сам ответить, где-то просто прочитать, ну, и хотя бы сказать, да, окей, то есть, без, ну, все-то на таком этом, что все завязано на мне, то есть, я должен где-то поставить свое последнее слово. Ну, и вот в полетах это в основном получается разгрызти, скажем так, ответить все на все, на все вопросы, на все почты. это лайфхак, что во время полета, в принципе, на велосипеде не поездишь, не побегаешь, поэтому можно поработать, поразгребать имейлы. Ну, поработать, но еще хочется почитать где-то какие-то книжки, поэтому... Что читаешь? Ну, читаешь, да, последнее, что читал, там, мне подарили на день рождения девчонки, там, с кем мы работаем, полезные советы, да, как улучшить свой график и так далее. То есть, все-таки планирование? Да, планирование, где там достичь результатов, один американский, бывший политик, ну, и дает свои советы, когда там работал в Белом доме и так далее. Довольно интересно, где-то смотришь, где-то ты уже это сам все использовал сам, то есть, ну, такие записки, от него, скажем так, не помню, как его сейчас звали, ну, интересно, да, почитать и где-то для себя ставишь, как для директора, какие-то заметки для себя ставишь и очень интересно. Спасибо. Смотря на тебя, я тоже начал бегать, готовлюсь к марафону. Молодец. Возможно, даже когда-то мы с тобой вместе и Iron Man сделаем. скажи, пожалуйста, что ты посоветуешь мне как непрофессиональному, спортсмену, который, в принципе, не всю жизнь не занимал спортом, как правильно подготовиться к марафону и три основных главных составляющих успеха, да? Ну, как подготовиться, наверное, трудно, да? Я сам непрофессиональный атлет, бегун, скажем так, поэтому там все зависит немножко от техники, нужно технику немножко поставить, чтобы ты правильно приземлялся, толкался и так далее. Ну, и, наверное, наращивать время бега не обязательно на скорость, то есть добавлять, если ты бегаешь 40 минут, то там до часу, ну, и полтора часа, буквально, чтобы тебе было это кайфово бежать, в удовольствие, чтобы там не больше 6 минут, конечно, но не меньше, через минут 6 минут в среднем темпе, я думаю, это нормально. То есть держать определенный интервал, в котором темп, в темпе, в котором ты бежишь, но при этом во время тренировок не бегать не на скорость, не на результат, а больше на время, да? На время, да, конечно, на скорость ты будешь бегать, когда ты уже будешь ставить цель там улучшить свой результат там из 3-30 или из 3-х часов, да, тогда ты будешь там работать и интервалы, и на скорость будешь бегать, поэтому сегодня, я думаю, тебе пробежать первый марафон, достаточно бегать на дистанцию, то есть на, ну, то есть на время, ну, в смысле побольше дистанцию и наращивать это, вот это время, поэтому больше и почему нет в дальнейшем где-то и на Айронмене, почему в Дубае здесь прекрасная погода, и 1 февраля всегда проводится каждый год. Лавинка Айронмена, я думаю, это под силу всем, когда смотришь, то есть, какие люди делают там, последний раз на коне, я удивился, старичку 8-6 лет, японец, он дело сделал, ложился в лимит, там, чуть меньше 17 часов, то есть, снимаем шляпу, то есть, это его был не первый Айронмен, вот это, да, ты смотришь на таких людей и говоришь, да, а мы боимся, блин, да, свои 40 там, с небольшим что-то там сделать такое, кажется, нифига, это много, марафон, 42 километра, или ты смотришь здесь, когда мы бежали сам, ты бежал десятку, в этом году, мы марафон с Сергеем, то есть, там смотришь, такие люди полные, там, делают, как они это делают, вот, они поставили цель для себя в году, наверное, что пробежать марафон, то есть, они, может быть, где-то идут пешком, там, отдыхают, питаются, ну, неважно, то есть, в конце они получат медаль, то есть, понятно, результат будет не очень, но они это сделали, поэтому. Ну, наверное, да, когда ты смотришь на таких людей, в два раза стараешь, тебя и так далее, это, это, да, мотивирует в какой-то степени, то есть, мотивирует не лежать на пляже, либо там на диване, а, посмотрев на таких людей, ты думаешь, ну, как бы, я тоже достойен, наверное, на такого же. Наверное, где-то все через это проходят, кто-то там, к этому приходит чуть позже, кто-то к 30, кто-то там, к 35, кто-то к 40, то есть, наши ребята тоже, мои там, ровесники раньше, раньше лежали там на пляже, пили, сегодня смотришь, говорят, смотря на меня, там, блин, мы тоже хотим заниматься, бегать там, и сегодня, у Казахстана сидели на велосипед, занимаются триатлоном, айронмен, то есть, у нас проводится уже, вот в этом году проводился, на следующий год, второй раз будет проводиться, то есть, и люди едут, приходят, то есть, это классно, здоровый образ жизни, и то, что сегодня, ну, нужно для здоровой нации, то есть, это заниматься спортом. Винокуров бизнесмен, это равно, либо, либо не равно, то есть, ты занимаешься бизнесом, я знаю, у тебя есть производство велосипедов, велосипедов, да, но это больше как хобби, то есть, пока, это не заработок, так, это имидж, скажем так, мы сделали свои велосипеды, да, под маркой Вина, ну, конечно, они лучше китайских, их намного, и эта цена, качество, выигрывает, ну, сегодня народ покупает, ну, это пока эконом, такая гамма, есть и топовые байки, ну, опять же, сейчас только в Казахстане, только в Казахстане, да, в Алма-Ате, в Астане, ну, конкуренция большая, поэтому, это только пока хобби, ну, посмотрим, что будет дальше, планируешь какой-то бизнес открывать, либо инвестировать куда-то деньги? Ну, уже были неудачные опыты, поэтому, пока, особо нет, ну, а расскажи в двух словах, почему неудачные, это тоже важно, потому что ты должен уметь управлять, заниматься, и, если это ресторанный бизнес, то ты должен его понимать, то есть, учиться на это, или, а не просто вложить деньги, сказать, ребята, это я хочу крутой там ресторан, то есть, нужно... Я не знаю эту историю, ты инвестировал в ресторан? Ну, была такая история, да, в 8-м году в Ницце, то есть, ну, неудачный опыт, то есть, человек, которым мы вложились, он нифига не шарил в этом бизнесе, и я тем более, ну, и все, через пару лет ресторан слился, то есть, это нужно заниматься, быть, высчитывать эти формулы, сколько там повара покупаешь там, то есть, должна быть финансовая грамотность в этом вопросе? Финансовая одно, ну, во-первых, там же свои формы, сколько должно быть там этого, положено не так, что ты купил, и потом сделал такую порцию, и довольна, продаешь за 20 евро, всех накормил, а у тебя в кармане, бля, и посчитал, потом в конце, оказывается, что-то ты в минусе, то есть, это большая арифметика, где-то, ну, пошло, не получилось, я сказал, нет, ребят, каждый должен заниматься своим делом, это не мой бизнес, и, и пока, то есть, есть вложения, конечно, где я там заработал, там, где-то были хорошие моменты, типа, я терял на этом, на другом, я для себя делал такую форму, что ты проиграл здесь, ты выиграешь в другом, так оно и получалось, ну, сегодня с ребятами в Казахстане, посмотрим, есть одна идейка, поэтому, пока франшизу одну взять у москвичей, пока, работаем над этим, вроде как получается, посмотрим, когда открою, тебе сообщил. В рамках нашей передачи, нашего канала, да, мы дарим подарки наших подписчикам, хочу предложить тебе сделать конкурс, для тех, кто нас смотрит, ребята, кто угадает, сколько у тебя всего медалей, напишет в комментариях, первый угадает, ты сам выберешь и подаришь что-то для себя. Даже сегодня я сам не смогу ответить на этот вопрос, сколько у тебя медалей, ну, давай, то, допустим, я считаю это официальные медали, или, румяновские уже не будем трогать, поэтому, не будем, только официальные, те, которые люди могут посчитать, либо у тебя есть однозначно ряд поклонников фанатов, которые, возможно, знают и смогут получить от тебя какой-то приятный подарок. Что я предлагаю, это, чтобы тот, кто угадает, получил возможность поучаствовать с тобой в марафоне, ты подаришь ему от себя участие в любом марафоне, триатлоне, там ты выберешь сам. Как тебе такая идея? Я думаю, это для них будет очень круто, да, угадать это, пусть лучше они, знаешь, угадают, сколько у меня всего побед было в профессиональном велоспорте, вот это будет сложнее, поэтому, ну, Всего победы, мы имеем в виду, когда это с призовыми местами? Нет, нет, победа это победа, первое место, то есть, призовые места не считаются, победа это победа, то есть, ну, как будто я подарил уже эту фирменную нашу футболку в Астана, крутим, ну, с бейсболкой в Астана, а участие, я думаю, они пусть готовятся, потом посмотрим, насколько они будут готовы, это ты подаришь, а они не готовы, потом будут бежать, тебя ругать, плохими словами, сказать, нахерная, либо тогда, с тобой какой-то ланч, ты путешествуешь много, поэтому, независимо, где находятся твои подписчики, может, ты выделишь, там, полчаса или час времени, и сможешь, ответить на вопросы, либо, ну, как дать легкое менторство, возможно, выбирай сам, я предлагаю. Возможно, но это очень-очень дорогой подарок. Люди сегодня платят деньги, чтобы со мной потренироваться, поэтому, шутка, конечно, но, нет, я думаю, вот это нормально будет, футболка с бейсболкой, от Астана про Тим, с моим автографом, будет круто. Отлично. Да, поэтому мы разыгрывали, даже недавно, обычную бейсболку, с Iron Man, вот такую, с коны, да, кто угадает мое время, там, на коне, и люди там отправились, за один день, за два-три часа, там, 700 комментариев, все им было интересно, ставили кто свои результаты, кто, ну, свои ставки, скажем так, ну, и человек угадал один, прям до 10 секунд ему, точно почти угадал, он получил бейсболку с моим автографом, с коны, поэтому, кто посчитает, скажет правильно, мои все победы в профессиональном велоспорте, и майка, Астана про Тим с бейсболкой, с моим автографом, договорились? Огонь, спасибо. С нами был легендарный вино, Друзья, в сегодняшнем интервью я реально подчеркну для себя очень много важных инсайтов, и реально я понял одно, что спорт, спорт нужен, он мотивирует, он держит организм и наше тело в тонусе, и это также помогает потом достигать высоких результатов. Я лично выключаю свой мозг только на дорожке во время спорта. Это единственное время, когда я не думаю ни о чем, я думаю только о спорте, о достижении результатов, которые я себе поставил. вы будете наблюдать за моими достижениями, я обязательно в течение этих двух месяцев пробегу полумарафон и марафон. Поэтому я вам докажу, что любой человек, как я, как вы, может достигать результатов. Главное, ставьте цели и просто не сливайтесь посерединке где-то. Всем успехов, я за вас болею, поддерживайте друг друга, ставьте лайк мне и смотрите следующие мои видео. До следующих выпусков, пока!